Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Сариков. Сегодня будет немножечко теории, поэтому играть сегодня не будем, бас нам не понадобится. Сегодня я хочу поговорить про ступени. Я считаю, что ступени в музыке это очень важное теоретическое знание, которое вы должны освоить и понимать, что такое ступени, что такое интервалы, зачем нужны ступени, зачем нужны интервалы. Кажется, что ступени это достаточно просто, ну что там у нас гамма, вот и в ней ступени. Каждая нота гаммы это у нас каждая ступень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну как нот гаммы, да? То есть в общем ступень это каждая нота звукоряда. Самый главный звукоряд в ступенях, от которого считаются все остальные ступени, это у нас натуральный мажор. И если мы возьмем натуральный мажор, каждая ступень будет натуральной, то есть до первая, ре вторая, ми третья, фа четвертая, соль пятая, ля шестая, си, седьмая ступень и тоненько. Ну как бы восьмой ступени как будто бы не существует. И казалось бы здесь все просто, да? Вот наша гамма до мажор, в ней 7 ступеней. И самое интересное начинается, когда мы включаем наш аналитический склад ума и так-таки думаем. Итак, смотрите, у нас в до мажоре все ступени натуральные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А вот как в миноре, то есть тоже получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На самом деле вот здесь вот и кроется уже понимание самих ступеней, что это такое. Смотрите, давайте подумаем про минорную гамму. Минорных гамм их, ну, несколько, это не одна. То есть натуральный минор, есть дорийский минор и гармонические мелодические миноры. Это все разные гаммы, но все эти гаммы можно описать ступенями. Вообще ступенями можно описывать все, что угодно. То есть ступени это, мы описываем гаммы, лады, все гаммы и все лады описываются ступенями. Также аккорды. Аккорды мы тоже можем описывать ступенями, и это гораздо удобнее, чем, допустим, аккорды описывать интервалами. Все знают из учебника, из классической теории музыки, что как мы описываем аккорды. То есть большой мажорный септаккорд состоит из тоники, большой терции, чистой квинты и большой септимы. Вот так вот описывается аккорд интервалами. То есть любой аккорд можно описать интервалами. И в американской системе образования все заточено на ступени. больше чем на интервалы то есть интервал очень удобно когда мы интервал это вообще то есть что такое интервал интервал это расстояние от ноты до ноты и вот тогда нам очень удобно описывать что либо интервалами допустим когда нам нужно описать какое-то расстояние от одной ноты допустим от ноты до квинта это будет нота соль в общем достаточно неудобно описывать аккорды интервалами Это первый момент И второй момент, вы не будете описывать интервалами звукоряд То есть какую-то гамму Это, конечно, можно, потому что все эти ноты Все ноты гаммы Любой гаммы вообще Это как бы тоже интервалы Но гаммы не описывают интервалы Их описывают ступенями Также ступенями мы можем описывать аккорды И это очень удобно Потому что мы начинаем уже наш звукоряд Нашу какую-то конкретную гамму Соотносить с определенным аккордом Допустим, большой мажорный септаккорд Который до этого я описал интервалами Вот, очень легко и просто Описать ступенями У нас будет 1, 3, 5, 7 Все натуральные ступени И мы уже знаем Что большой мажорный септаккорд Можно обыграть Натуральным мажором Как я уже говорил Ступени бывают натуральные И бывают альтерированные То есть в какую-то сторону Либо ступень повышается Либо понижается И тут тоже легко очень запомнить Что у нас в основном ступени понижаются То есть у нас будет Бемоль 7, Бемоль 3 Разные ступени Есть, конечно, звукоряд Где ступень повышается тоже В общем Наша мажорная гамма Натуральный мажор Где все натуральные ступени 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Давайте теперь подумаем про мино Ведь в миноре по логике У нас тоже получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 А на самом деле нет И вот здесь вот начинается Самое интересное Что любой лад Любая другая гамма Она отличается от мажорной гаммы А какой-то альтерированной ступени Давайте подумаем про натуральный минор Сыграем натуральный минор От ноты до До Ре Ми бемоль Фа Соль Ля бемоль Си бемоль До Итак, вот как можно описать Допустим, натуральный минор Нашими ступенями У нас первая ступень Первая ступень у нас всегда первая Она всегда у нас на одном и том же месте Первая ступень Нота до Вторая ступень Ре Дальше Вот тут вот у нас третья ступень Наша смажорная Она понижается То есть у нас получается Бемоль-3 Ми бемоль нота Дальше Четвертая натуральная Пятая Дальше Шестая понижается Наша нота ля бемоль Дальше у нас Седьмая нота понижается У нас получается Си бемоль И наша нота до Поэтому натуральный минор Мы можем легко описать ступенями У нас получается Один Два Бемоль-3 Четыре Пять Бемоль-6 Бемоль-7 Из этого нам что нужно запомнить? Нам нужно просто запомнить, какие ступени понижаются или повышаются. То есть бемоль 3, бемоль 6, бемоль 7. То есть для нас вот эти ключевые ноты. То есть остальные ноты у нас остаются на месте. Вот так вот ступенями мы описали натуральный минор. И также любая другая гамма будет описываться точно так же ступенями. Лады — это немножко другая тема для другого видео. Давайте разберем еще какой-нибудь лад, посмотрим, а какая там ступень повышается, понижается. Давайте сыграем миксолидийский лад и посмотрим, что там происходит со ступенями. У нас будет нота до, ре, ми, фа, соль, ля, си бемоль и до. Вот и вы уже поняли, что здесь происходит со ступенями. У нас просто понизилась одна седьмая ступень. Наша натуральная седьмая стала бемоль 7. Поэтому просто про миксолидийский лад мы можем думать просто про бемоль 7. Мы думаем просто про седьмую пониженную ступень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, бемоль 7. И также мы уже можем сопоставить какой-то определенный аккорд определенной гамме. То есть для нас мы знаем, да, бемоль 7, миксолидийский лад. И сразу думаем, какая еще у нас нота, в каком же аккорде у нас еще бемоль 7 ступень. И тут мы вспоминаем, что у нас есть доминант септаккорд. Вот. И как раз доминант септаккорд мы описываем точно так же. У нас получается 1, 3, 5, бемоль 7. Вот наш доминант септаккорд. И у нас уже появляется, потихонечку появляется взаимосвязь аккорда и взаимосвязь лада звукоряда, которым мы можем его обыграть. Так что вы понимаете, что ступенями можно описать практически все, что угодно. Лады, гаммы, аккорды. Точно так же гармонию тоже можно описать ступенями. Вы наверняка слышали самый популярный пример. Это такой вот, говорят, 2, 5, 1. Что такое 2, 5, 1? Вот. На самом деле это ступени, просто ступени, на которых строятся аккорды. Например, если мы возьмем популярную программу с аккордами iReal. Возьмем какую-нибудь композицию, да, джазовую. Да, любой трек. Вот. Открываем. И в настройках здесь вот iReal Pro. Программа вот так выглядит. Не знаю, ведь все знают эту программу. Это программа с аккордами. Ну, если вы не знаете, обязательно загуглите и скачайте себе эту программу. Вот. Допустим, мы пошли в настройки и здесь у нас есть режим, где меняется шрифт. Есть такой пункт, называется числовая нотация. Вот. Мы ее включаем. Теперь мы видим, что у нас запись не аккордов, а просто ступеней. Поэтому любую гармонию мы можем описать ступенями. Друзья, на сегодня все. Я надеюсь, что немножечко я вам помог с этим разобраться, со ступенями. Также самостоятельно вы можете поизучать лады и гаммы и понять, какие же ступени в них альтерируются, какие же они содержат ступени. Потом вам будет проще описывать и понимать, какие ступени у нас содержатся в тональности, какие ступени у нас содержатся в аккордах и у вас будет появляться взаимосвязь. Подписывайтесь на мой YouTube канал. У меня также есть платный канал с подписками Boosty. Я стараюсь, друзья, стараюсь туда выкладывать что-то полезное, какие-то таблатуры, какие-то дополнительные материалы, которых нет на YouTube. И для меня это неплохая мотивация, когда люди подписываются, все-таки продолжать что-то делать. Потому что в наши дни, в наше время найти мотивацию не так уж и просто. Я надеюсь, мой контент как-то вас мотивирует. Для этого, собственно, все и задумано, чтобы вы получили мотивацию, чтобы вы начали думать, размышлять на некоторые темы. Потому что много я же просто даю. никаких готовых, там, готовый рецепт, там, чего-то либо. Ну, хотя такое тоже есть. В основном, я даю какие-то идеи, то есть, пищу для размышления. А тот, кто уже хочет что-то понять и докопаться, да, так скажем, докопаться до исти, тот человек уже начнет думать, смотреть, гуглить и потихоньку искать уже другую информацию в разных источниках. Друзья, на сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok